Ещё существует такая программа, как модельные библиотеки. Для нас, для библиотеки, это очень важно. Мы, конечно, коллектив достаточно третий, но нам не хватает, чтобы создать ту уютную, комфортную обстановку и современную, которая достойна нашей Тагильчане. Проект модельной библиотеки – это не просто уют, комфорт и современная обстановка среди книг. Это дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории, где учтены условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие библиотеки работают на основе автоматизированных систем, подключенных к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Здесь меняется мебель, меняется техническое оснащение. Все современные, какие только есть технические средства для библиотек, востребованные читателями, они сюда приобретаются. Но у нас многое есть уже по грантам купленное, поэтому мы только дополним. Меняется концепция, переставляются пространства, то есть уходят вот эти ряды, солдатские ряды стеллажей, стеллажи становятся современными. Ну и меняется сама концепция, то есть меняются формы отделов, формы работы. Своими планами коллектив Центральной библиотеки поделился с главой города Владиславом Пинаевым. Модельные библиотеки создаются в рамках национального проекта «Культура». 10 миллионов рублей для этого выделяются за счет межбюджетных трансфертов. Однако для того, чтобы попасть в программу, необходимо выполнить ряд условий. Одно из них – ремонт помещения. Я стараюсь помогать, конечно, всем. Но все мы понимаем, что мы живем в том объеме финансирования, которое сегодня имеет место быть. Конечно, вы понимаете, приезжая здесь, конечно, у нас самое худшее помещение. И, конечно, хочется им помочь, потому что хороший очень коллектив, действительно дружный коллектив, который участвует во многих, получает многие гранты и не просит деньги из бюджета. Говорю, надо всегда готовить сметы, готовить проекты, понимать объем финансирования. И после поначалу формирования бюджета, конечно, будем максимально предусматривать по возможности поддержку тех проектов, с которыми они выходят. Сегодня Центральная городская библиотека – современное учреждение. В ее состав входит 23 филиала, в том числе 5 в сельских населенных пунктах и культурный центр. Все они оснащены техникой, подключены к сети интернет. Участие Центральной городской библиотеки в национальном проекте «Культура» поднимет учреждение на принципиально новый современный уровень. Часто нам задают вопрос, Нижний Тагил, а вы где с вашим коллективом творческим? Ну вот нам нужно было одобрение главы города, хотя бы даже на разработку проектной смет. Потому что это сложный документ и требует финансовых затрат, чтобы это было не зря. И время, и деньги потрачены были не зря. Одобрение мы услышали, это нас порадовало. И надеемся, что когда-нибудь наша Центральная библиотека станет современнейшей библиотекой в Российской Федерации. Отметим, что в Сырловской области уже 9 модельных муниципальных библиотек. Всего на создание в 2021 году такого библиотечного пространства в рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей. На эти деньги переоснастят 110 учреждений в 59 субъектах. До 2024 года по модельному стандарту планируется переоснастить свыше 740 муниципальных библиотек. Продолжение следует...